Министр строительства Хабаровского края Министр строительства Хабаровского края представил несколько проектов реконструкции главной городской достопримечательности – набережной имени Невельского. В министерстве рассматривали как реальные проекты, так и футуристические решения. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Попов. Существует несколько технических решений относительно проекта Центральной набережной Хабаровска. Первое решение характерно для прибрежных морских городов. Оно не предусматривает сдерживание напора воды с помощью дам. Во время высокого уровня вода будет заходить на набережную, а после его падения береговая линия просто будет чиститься, дезинфицироваться и приводиться в порядок, объяснил Андрей Попов. Еще одно решение условно называется «стена». Второе решение – это возведение стеклянной защитной набережной, представляющей собой стену, сдерживающую напор воды. Такие проекты существуют. Однако, зная характер нашей реки, зная ее течение и напор, подобный проект, естественно, себя не оправдает. Даже карбонатное покрытие не выдержит амурское волнение, добавил Попов. Другой вариант – установка полозьев, на которые в случае повышения уровня воды будут установлены элементы, напоминающие половую рейку или всем известный ламинат. Каждое звено такой системы имеет стыки, типа паз-шип, который замыкается плотнее в случае намокания. Самый очевидный вариант – поднятие уровня набережной, однако и оно имеет свои подводные камни. Четвертое решение – просто поднять набережную на полтора метра. Все бы ничего, однако стадион имени Ленина и берег речного вокзала находятся ниже уровня набережной Невельского. И действия по укреплению только одного берега не дадут желаемого результата. А полное соединение берега с микрорайоном «Строитель» – весьма дорогостоящее предприятие, рассказал Андрей Попов. Также были мысли о проекте моста от набережной в районе Дендрария, близ развязки Запарина-Дендрарий, до Дамбы, располагающейся на хреб флота, условно названный «Горбатый мостик». Набережная Хабаровска будет продлена на 7 километров и поднята на метр. Готовится проект защитных сооружений, которые будут соединены с побережьем. В Хабаровском крае уже 90 многодетных семей воспользовались правом полного погашения ипотеки и средств краевого бюджета. В Министерстве строительства края на рассмотрении находится еще 40 заявлений от многодетных семей. Планируется, что до конца года они также получат выплаты. Всего в краевом бюджете на улучшение жилищных условий при рождении третьего и последующих детей на этот год предусмотрено 150 миллионов рублей. Однако, чтобы осуществить выплаты всем заявителям, этих денег не хватит. За счет перераспределения средств мы планируем высвободить еще 92 миллиона рублей, которые будут направлены на выплаты. Всего в этом году правом досрочного гашения ипотеки смогут воспользоваться 119 семей. С апреля 2012 года выплаты получили 90 семей, рассказала начальник отдела государственной поддержки граждан краевого Минстроя Елена Рачинская. По ее словам, такой опыт поддержки многодетных семей в России первый. Главным условием является рождение либо усыновления третьего и последующих детей после 1 января 2012 года и оформление ипотечного кредита на улучшение жилищных условий. Есть и ряд финансовых ограничений. Так, для семьи из пяти человек максимальная сумма социальной выплаты составит 3,5 миллиона рублей. Для семьи из шести – 4,3 миллиона рублей. Семья из восьми человек максимально сможет получить 5,9 миллиона рублей на компенсацию основного долга по ипотеке. Социальная выплата предоставляется один раз. Средства краевого бюджета не смогут получить граждане, лишенные родительских прав или отменившие усыновление. Необходимый пакет документов нужно предоставлять Министерству строительства края. Постановление о предоставлении средств на полное погашение ипотеки при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей подписал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в мае этого года. Ранее ипотечные выплаты предоставлялись лишь участникам краевых жилищных программ.